Трудно сделать, но можно примерно сообщить, чтобы мы просто понимали, в каком направлении нам направить все внимание, какие мысли-образы строить, чтобы мы понимали, о чем мы поем, кому мы поем. И вот перевод такой. В моем сердце Хануман, как перед своим гуру я склоняюсь у его лотосных стоп. Он непревзойденный преданной Шри Рамы, увеличивающий его славу. Хануман одаривает всех преданных Рамы самыми удивительными дарами. Я лишен разума, именно поэтому я родился в этом мире. Но я молюсь тебе, о сын ветра, в надежде, что ты подаришь мне силу, разум и знания, которые помогут преодолеть этот мир сансары. Я прошу защитить меня от влияния века Кали. Слава Хануману, океану знания. Слава Хануману, лучшему из ванаров. Ванара это была такая раса. Раса обезьян. Обезьян людей. Такие были существа, они как бы подобны были людям, но выглядели как обезьяны. Прямоходящие и разумные. О, слава тебе Хануман, которого восхваляют все три мира. Ты рамы посланник. Ты самый могучий. Ты Анжани, сын и ветра, любимый потомок. Великий герой и доблести полон. Ты тверд с врагами преданных. Из лица твоих друзей только достойные. Твое тело цветом подобно золоту, а твои одежды и украшения самые лучшие. Руки твои крепкие, как алмаз. Твой флаг сияет, а священный шнур украшает тело. О, сын Кесари, ты появился по милости Господа Шивы. Ты сам есть Шива. Всех поражает твое бесстрашие, а вся вселенная поет твою славу. Ты очень разумен, исполнен всех замечательных качеств. Ты благороден. И ты всегда готов служить раме. Ты знаешь сердце рамы. И потому сита, рама и лакшмана живут в твоем сердце. Невидимкой ты проник на ланку, где нашел мать ситу. В своей ужасной форме ты наказываешь демонов. Ты всегда занят служением рамы. Ты вернул к жизни лакшману, раненого в бою. Тем самым принеся счастье раме, лучшему потомку рода Рапху. Рамачандра обнял тебя и воскликнул. О, Хануман, ты дорог мне, как брат. Ты словно Харата для меня. Харата это был один из братьев рамы. И рамы тогда сказал, что пока будут помнить об этом случае люди, ты будешь пребывать на земле. Это вот именно когда Хануман спас лакшману. Когда он принес лекарства, травы. Ему сказали, что нужно принести траву определенную, лекарственную, из Гималаяев. И Хануман, он обладал способностями, сверхспособностями. Он мог летать и увеличиваться в размерах, уменьшаться в размерах. И он полетел на Ланку. Не на Ланку, а в Гималайи, чтобы раздобыть это лекарство. И он увидел, что гора вся покрыта разными травами. И он не знал, какую же траву нужно именно конкретно взять. Поэтому он увеличился в размерах и взял целиком всю гору. И всю эту гору принес на поле битвы. И тогда уже они смогли выбрать, какую траву нужно дать лакшмане. И далее лакшмане. Лакшман ожил. И Рама был очень-очень благодарен Хануману. Он сказал, что всегда будут помнить о тебе. И ты всегда будешь в моем сердце, как брат. И вот вся Хануман-Челис, она его посвящена прославлению Ханумана. И прославлению Рамы. Во все времена, в каждую из четырех юг знают о твоей славе. Ты даруешь высшее совершенство, высшую преданность. Ты защитник праведных. И ты наказываешь демонов и негодяев. Ты вестник Рамы. Джанакимата, сочувствующая несчастным, благословила тебя. Джанакимата – это сито. И теперь ты можешь ждать любые мистические совершенства тому, кто поет тебе. Ты постоянно пьешь нектар святого имени Рамы. И ты очень внимательно служишь в Рамачандре. Хануман сам никогда не повторял сложных мантр. И у него никогда не было какой-то сложной духовной практики. Хануман, он знал только одно имя – имя Рамы. И только это имя он и повторял. С самого рождения, еще даже до встречи с Рамой, он уже повторял имя Рамы. И только благодаря одному имени, этому, он достиг всех совершенств. Даже сам Рама удивлялся, откуда у тебя такие способности. Он говорил, только благодаря тебе. Когда даже камни плыли по океану в виде моста. И когда все могли перебраться на Ланку. Это сделал Хануман. Сказал, нужно писать на каждом камне имя Рамы, и тогда камни будут плыть. Таким образом, они смогли перебраться на Ланку, где были демоны. И где страшный демон Рамы схватил Ситу, супругу Рамы. И держал ее в плену. И благодаря Хануману, можно сказать, в основном, произошло такое спасение. В корону империи Хануман-Черисов вы можете просто медитировать. Потому что много сложных слов в санскрите. И тут можно просто медитировать, представлять себя Ханумана. Представлять Раму. Представлять Ситу. То есть, именно как медитацию можно сделать. Хануман был большого роста. У него золотое тело. Он похож на чертой обезьяны, но при этом он высшее существо, божественное существо. Он одет в красивой одежде, и у него золотая корона. Рама имеет синий оттенок кожи. У него глаза, подобные лотосам. Темные глаза. Красивая золотая корона на голове. В руке лук. Рядом с ним находится его красивая супруга Сита. Воплощение Лакшми. Некоторые говорят, что она также воплощение Хуми Дэви, богини земли. Но богиня земля сама есть проявление Лакшми. И если мы будем сейчас представлять их во время Ханумана Чжилисы, то мы призовем их и сами притянемся к ним. Так что можно именно медитировать на форму Ханумана и форму Рамы. И говорят так, что когда кто-то поет, а произносит имя Рамы, Хануман приходит всегда. То есть нет такого, что он игнорирует тех, кто поет имя Рамы. Он всегда приходит. Потому что Рама всегда в его сердце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok